Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы разбираем вот эту вот кофточку, совершенно волшебную, нежнейшую, красивейшую, прям классную. Короче говоря, очередная серия по просьбам моих любимых подписчиков. Итак, начнем, как обычно, с узора. Узор, девчонки, я, казалось бы, смотрите, простой узор, и я на нем застопорилась. Застопорилась почему? Потому что оригинал связан сверху вниз. Вот, я уже эту фотографию крутила, крутила, вертела. В общем, вот так вот он расположен, везде ли этот узор. То есть, он начинает свое вязание вот так. Но узор я разберу, так как он вяжется. Если уж для кого эта разница слишком уж кардинально, то вы можете вязать сверху, как бы, эту кофточку. Крой там совершенно простой, но, тем не менее, это нужно иметь навыки. Для начинающих я буду объяснять классическую версию снизу-вверх. Вот. Ну, и узор, соответственно, снизу-вверх, я думаю, он в своей волшебности не теряет. То есть, так или так. Ну, в общем, пишите свое мнение, я считаю, что не теряет. Итак, число петель должно быть кратно восьми. Вот оно, вот он раппорт. Вот так вот, восемь петель. Вот они. И плюс семь петель, как бы, для выравнивания. Вот. Видим. Итак, две изнаночные, лицевая, две изнаночные, три лицевые. Вот, если смотреть вот так, вот он раппорт, да, три лицевые. И так до конца ряда. Так, изнаночный ряд. Как смотрят, как лежат петли. То есть, где лицевые, мы провязываем лицевые. Где изнаночные, изнаночные. Третий ряд. Здесь мы продолжаем вот эти две изнаночные, лицевая, вязать все время по узору. Лицевая, две изнаночные. Здесь же, что мы делаем? Накид, три петли вместе, ничего не переставляем, никакие петли. Накид. Вот и все. Две изнаночные лицевая, две изнаночные, накид, три вместе, накид. Четвертый ряд по узору, изнаночный. Так, пятый ряд. Тут мы ничего не меняем. Две изнаночные, лицевая, две изнаночные. Здесь одна лицевая, накид, две вместе лицевой. Две изнаночные, лицевая, две изнаночные, лицевая, накид, две вместе. Вот он весь узор. Шестой ряд по узору и начинаем с первого ряда. Вот. Такой вот, казалось бы, простенький, ничего в нем нет. Но, тем не менее, вот он такой оригинальный. Вот, необычный просто, да. В общем, с узором девчонки разобрались. Разбираемся с самой кофточкой. Значит, сама кофточка. Рукав у нас пышный вот здесь вот. То есть, это значит, что резинка. Я бы, знаете, что я бы советовала? Набирать количество петель уже рукава, но здесь вязать полой резинкой, чтобы был эффект стянутости. Не добирать петли, а именно достигать этого за счет полой резинки. Везде, везде, везде у нас есть вот этот вот эффект. Кофточка у нас не длинная, чуть ниже талии. Видите, она легко заправляется в юбочку или в брючке, что сейчас очень актуально. Да, вот эти вот вещи заправленные в брючке. И чтобы не делала лишнего, как бы, безобразия по линии талии при заправлянии в брючку. В брючку, слышите меня? В брючке или в юбочку. Вот это идеально подойдет, вот эта вот полая резинка. Хотя, может и не подойдет. Может, простая резинка. Ну, вот простую резинку, если связать и добрать петли, она же потом растянется и будет некрасива. Вот полая резинка, по моему мнению, вы можете с ним не согласиться. Самый оптимальный вариант для этой модели. Здесь у нас запах. Итак, давайте по порядку. Значит, спинку набираем петли, либо вяжем сверху. Ну, сверху сложнее, да, я говорила. В общем, я думаю, девчонкам, которые опытные, если уж они захотят достичь оригинального, как бы, узора сверху вниз, то они разберутся, да, с этой моделью. Хотя, в оригинале там вот этого нету, вот этой вот части, этого выреза. Это я уже дорисовала, потому что горловина сидеть будет лучше. Вот. Значит, набираем нужное количество петель. Вот, смотрите так, чтобы у вас было количество петель плюс 7, вот, чтобы был законченный, как бы, вот этот вот узор, чтобы вот именно так у вас было, да, вот этими маленькими. Либо большими, тоже, смотрите, как. Вот. Вяжем резиночку маленькую, 5 сантиметров. Далее вяжем полотно основным узором. Он очень, кофточка очень пышная такая, свободная, воздушная, поэтому толстыми спицами где-то 5-6 миллиметров. Пряжа 200, 250 метров в 100 граммах, мохер. Здесь у меня 270, вы знаете, нет, вы знаете, где-то 300, я бы сказала, 350 в оригинале. Я сейчас говорю про оригинал, потому что у меня 270, и мне кажется, что нужны потоньше, нужна потоньше пряжа, видите, сразу написала, а потом озарение мне пришло. 5-6 миллиметров спицы, ну и где-то троечка на резинку, на резинку спицы. Значит, набрали мы, провязали 5 сантиметров полой резинкой, перешли на толстые спицы основной узор, связались в спинку, то есть длину померили. Здесь закрыли основные петли, пару петель вот так вот по бокам для горловины, чтобы просто, пусть он будет вот этот вырез. Далее вперед, вперед набираем вот половину спинки плюс 10 сантиметров, то есть запах, если вот, чтобы у нас был все-таки вот этот вот запах. Если вот половина, 10 сантиметров сюда и 10 сюда, больше его делать не надо, вы сможете в любом случае подтянуть и сделать больше, в общем, 10 сантиметров от половины спинки плюс 10 сантиметров, это по плотности. Набираем опять же резинку и вяжем. И здесь мы вот считаем, сколько у нас здесь петель в плечике по спинке и должно быть остаться столько же здесь, то есть на вот эту всю высоту, которую мы считаем по спинке, мы распределяем количество петель, которые нам нужно сократить по всей длине равномерно. Соответственно, вы можете сделать и вот так вот, да, как бы на несколько пуговиц, но оригинал я вижу так, у девушки там, кстати, можно сделать завязки здесь, что тоже очень актуально, очень модно сейчас, да, эти завязочки сделать. Далее, либо пуговичку одну или две, вот на вот этот запах, вот так вот, чтобы здесь располагались две пуговицы, вот, но пуговицы мы не сможем регулировать, завязки, наверное, лучше. Ну и рукав, девчонки, рукав у нас совершенно простой прямоугольник, потому что он у руки вот такой вот пышный, красивый, объемный. То есть набираем резиночку, сначала вычисляем по спинке ширину рукава, набираем столько петель, вяжем полной резинкой, потом ровно до, 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 до нужной длины. Вот, и потом планка, планку вяжем либо сразу, но так как нам нужно перейти на спинку, а потом ее как-то там соединить, то я вам советую вязать ее отдельно, ну, одним, как бы, вот таким вот, вот такой вот конструкцией. Я оставлю видео в описании, вот именно как вязать эту планку цельновязанную, потом привязать, не пришивать, а именно привязать, вот, красивая, красивая, красивая планка. Все, девчонки, вот, простенько все, простенько, простенько сегодня, но красивенько, поэтому я склоняюсь к тому, что к весне надо это все сделать, такую кофточку, как думаете. Вот, есть у меня пухнорки такого голубого цвета, я не знаю, что с ним делать. Наверное, я свяжу такую кофточку, а может и не свяжу, посмотрим. Вот, все, девчонки, на сегодня все, с вами была Вика из Школа Рукоделия, всем пока-пока.